Таши Дилик, с вами Буддистка Кэта. Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня не помню, какое число, в принципе, не важно. Я помню, что сегодня понедельник, день блогера. Всех поздравляю! Ура, товарищи! Я сама не знала, что сегодня день блогера, но вот поздравили, и я узнала к концу дня. А сегодня я решила записать для вас такой несколько кулинарный вложик. У меня просто уже давно лежал качан капустки, и там уже начало, ну, сверху эти листочки потихонечку чернеть. Я думаю, так, хватит. Хватит ему лежать, пора уже в дело его применять. И давно лежал у меня маргарин в морозилке, и каким-то чудесным образом нарисовалась сметана. Короче, все звезды сошлись, будем сегодня печь пирог. Пирог. Хотелось бы пару слов сказать про этот пирог. Этот рецепт мне достался от мамы, а ей, я так полагаю, от бабушки. То есть это такой вот семейный наш рецепт. Мы вместе с мамой пекли этот пирожок. Мама меня научила, всегда показывала, что, как правильно делать. Вот, единственное, что, ну, я уже давно не пекла, может, года три, наверное. Наверное, заключительный раз, наверное, был, когда я ехала в Питер. И мы пекли вместе с мамой пирогов всею, наверное. И я везла своим питерским друзьям. Вот буду Большевича-настоятеля. Датсана, Гонзачой, Ней, угощала там и всех-всех-всех, кого только вот могла, всех угостила. И все. Я же тогда, как это, легуха-путешественница, как пустилась в путешествие. Там уже было понятное дело, что не до выпечки. Вот, поэтому немножко улетучилась из памяти, да, сам процесс. Но я уже по ходу пьесы там все потихоньку вспомнила, как я тесто там вмесила. В общем, я его просто заранее замесила. Сейчас тут у меня кусочками будет немного. И я вам все обязательно покажу. Рецепт, сколько надо, оставлю под видео. Попробуйте приготовить. Очень вкусный пирог. Он, тесто настолько необычное, ну, я просто больше таких пирогов я не ела. Нигде пока что. Как-то не доводилось. То есть оно, ну, такое, несколько необычное. Ну, смотрите, увидите сами все, все как будет. Может, для кого-то это обычно, кто-то уже так печет, может, кто-то никогда не пек, но попробуйте. Все получится, я в вас верю. Ура! Для начала приготовим тесто. Нам понадобится 3 стакана муки. Мне нравится пшеничная, вот такая вот, премиум. Хорошая. Можно брать любую. Главное, чтобы была с глютеном, чтобы склеивало тесто. 200 миллилитров сметаны. У меня 18%, можно брать любую. Пачка маргарина. Лучше брать сливочный. Он хороший, такой, достаточно вкусный. Маргарин необходимо будет натереть на терке. Я только достала из морозильника, поэтому придется подождать, пока он растает. Ну, покажу вам, по крайней мере, как оно тут все начинается. Поскольку рецепт мамин, у нее, к сожалению, уже не уточнить, что за стаканы. Но я предполагаю, где-то, ну, 250 миллилитров, 300. Просто я буду обычными кружечками вот такими мерить, я думаю, не ошибусь. Но в любом случае, когда буду тесто разминать, будет видно по консистенции, ну, какое оно вообще. Нормально или нет. Чего добавить или не добавить. Все, как бы, можно в процессе, то есть, увидеть, да. Ну, кто, конечно, никогда не пек, ну, сложновато, может быть, будет в первый раз, да. Ну, ничего, все приходит с опытом, с практикой. Вот так. Будет вот такой прекрасный пирожок в памяти маме. Я вот готовлю, у меня как будто бы мы вместе готовим. Вчера уже пожарила капусту. Так что, да. Вместе с мамой. Вот. И в этом укол уже будем заводить маргарин и сметану. И все прям вот так вот выминать. В общем, я не стала долго ждать и решила попробовать потереть замороженный маргарин. И вон, в принципе, ничего так пошел. Вот единственное, что когда я буду разминать, он будет еще холодный и, ну, может быть, холодный рукам. Но под действием тепла рук как раз-таки маргарин будет немножко так подтаивать. Так что вперед. Вот так вот предварительно получилось. Маргарин вот в такой крошке. Сметанку я уже сюда добавила. Ну, это потихонечку, помаленечку буду перемешивать. Муку можно было просеять. Но я что-то, видите, заболталась с вами, забыла. Вспомнила только уже, когда маргарин затерла. Ну, а вы можете просеять. Будет еще более интересно. Надо было, наверное, поглубже взять емкость. Ну, ладно. И по поводу сметаны. Мама, кажется, говорила, что лучше брать пожирнее. Вот я тоже вспомнила. Тоже будет интереснее вкус. Ну, то есть лучше не надо брать 15%. Вот так. Потихонечку. Просто вот так вот все нужно размять. Холодный маргарин. Ну, по крайней мере, я его когда терла, он не сильно прилип к терке. Поэтому лучше, чтобы не полностью растаявший был тоже. Такая вот рекомендация. Ну, и сложновато, конечно, месить и снимать. Поэтому я полностью погружаюсь в процесс вымешивания. С добрыми мыслями обязательно. С добрыми какими-то намерениями. Можно с мантрами или даже с молитвой. В каком состоянии мы находимся, это все передается от рук к тесту. Поэтому, да, в таком желательно находиться в положительном состоянии. Вот получился такой комяк теста. Консистенция отличная. Маргарин уже немножечко подтаял. И прям мнется хорошо. Все замечательно. Единственное, что я вспомнила, что кажется, нужно сначала смешать маргарин с мукой, только потом добавить сметану и все дальше домешать. Вот. Но это не точно. Я говорю, давно не пекла, поэтому все знания, все воспоминания улетучились. Но ничего. Главное, главное, это состояние. И добрые мысли. С добрыми мыслями и в таком гармоничном состоянии получится вкусно. В любом случае. Это я вам гарантирую. Вот так вот получается. Далее мы потом его разделим на два кусочка, но это уже попозже. Сейчас я его оставляю в покое, даю ему настояться, этому тесточку. Отправляю в холодильник на пару часов. Накрою только вот пленочкой. Еще поближе вам покажу, как оно выглядит, какое оно должно быть. Вот такое вот. Легко мяться и, ну, не крошиться, слепаться между собой. Вот так вот. Все. Оставляю отдыхать. А вон чайка тасуется. А так-то они все летают, летают. А сейчас она решила просто отдохнуть. Хорошенькая такая. Сейчас еще попробую приблизиться. Так, главное, чтобы руки не тряслись. О! Такая хорошенькая. Люблю наблюдать за животными, за птицами. Как они себя ведут. Ну вот. Вот максимум у нас тут было 4 чайки прилетало. Я в сториз даже показывала, как они тут дрались. Устраивали дебош. Такие прям вообще какой-то у них тут раздел территории происходил или что. Ой, дастер, фантастер. Что же сейчас сказать. Ну, сейчас хоть солнышко выглянуло к концу дня. А то вчера и весь день пасмурно было. Брыдко, холодно. Сейчас так комфортно. Так, значит, вот я достала тесто из холодильника. Я его решила не накрывать, а просто положила в пакет. Ух, какое тверденькое получилось. Но оно у меня стояло на верхней полке, так что он конкретно подмерзло. Сейчас вот мы его достанем. Разделю на две части. Одна будет снизу, потом будет идти начинка. И потом сверху будет еще укрывать слой теста. Так что поехали. Буду сейчас раскатывать потихоньку, что-то показывать, что смогу эпизодически. Ну, и, наверное, надо уже духовочку включать, чтобы разогревалось градусов до 200, наверное. Да? Да. Включаем. Да, так выглядит подготовка к съемочному процессу. Ну, как есть, так есть. Решила еще немножко процесса показать. Будем раскатывать. Может, я вам что расскажу интересное. Что-нибудь вспомню. Вон, музыку божественную включила. Будет у нас божественный пирог. Так. Разрезать надо чем-то. Примерно вот пополам. Можно одну часть чуть больше, которая внизу, одну часть меньше. Но так-то, в принципе, пополам. Все, поехали потихонечку. Я буду делать не круглый, я буду делать такой продолговатый, как по форме противня. Ну, такой, прямоугольный, да? Вообще, как получится. Главное, с добрыми мыслями. В гармоничном состоянии. У меня тут масло топится еще за компанией. Так оно мне тут, это, на водяной бане пар дает. Тут такая жариха стоит. Честно говоря. А у меня форточка открыта. Нет, закрыта. Это сейчас уже открыта. Так. Она у меня была закрыта, потому что было холодно опять. Так. Окей. Потихонечку будем раскатывать все это дело. Ой, давно не пекла. Ой-ой-ой. Но, знаете, хорошо, что вот все-таки я решила это сделать, потому что, чтобы навык не пропал совсем. Можно перевернуть. Чтобы хотя бы хоть что-то в голове, но осталось в памяти. Раскатывать не сильно тонко, тоже надо, что. Ну, это как основа пирога. Сейчас, может, будет на камере видно, ну, какой он примерно будет величины. Мне что-то много муки насыпала. Катя-повар, Катя-пекарь. Ну, ты, знаете, это тоже своего рода такое наслаждение. Сейчас я пирог в печку, в духовку поставлю, позвоню папе. Папа придет, будет пирог мой есть. Вот это, этот кайф от того, что ты кого-то угощаешь. Я раньше постоянно, мне так нравилось кого-то угощать. Сейчас почти некого угощать, кроме папы. Ну, думаю, ладно, а что делать? Значит, пока так. Побудем пока в этом состоянии. Так, вот. Что-то у нас тут вырисовывается. Я все пытаюсь, чтобы края не разъезжались. Их так, оп. Подклеиваю. Тесто хорошее получилось, я прям чувствую. Главное, не спалить теперь будет его. У нас такая духовка еще, она такая с прибамбахами. Может в ней сгореть. Поэтому надо... Мы подливаем воду в корыце специально, и оно как будто бы такой пар дает. Тогда вроде не должно сгореть будет. Вот так. Сейчас еще раз, оп. Ти-ти-ти-ти. Ой. Нравится мне тесто. Это просто... Оно получается такое рассыпчатое, хрустящее. Еще сверху яйцом помажем, оно будет вообще просто... Глазурированное такое. Глазурированное. Я не помню, я вроде не снимала этот рецепт. Я, может, сам пирог показывала, но вроде я не снимала этот рецепт. Поэтому вот вам эксклюзив будет. Некоторый. Семейный рецепт. У них охры-мохры. Ну вот готово. Вроде бы у того. Примерно. Ну, такое оно достаточно большое. И самый кайф, смотрите. Я не знаю, может, все знают, не все знают. Если вдруг кто не знает. Я так не знала. Меня мама научила. Берем и на скалочку наматываем. Наматываем. И прямо его вот так вот и переносим на протвенек. И разматываем поток. Это такой прикол, но легко переносить вот так вот тесточка. Туда-сюда. Тесточка у меня прям тетелька в тютельку вошла на протвенек. Все прекрасно. Теперь второй. Раскатаю. Чуть поменьше можно его. Чуть поменьше. Тоже я его сначала. Я когда пиццером работала, так мы сначала вот... Мы специальные кругляши лепили. Перед тем, как их раскатывать в круг. Уже с этими кругляшами было проще работать. И вот он сам... Еще когда маленький кругляш, ты его сначала вот так вот разменешь, разменешь. Примерную форму придашь, какую хочешь придать. Круга вот в данном случае я пытаюсь придать форму прямоугольника. И потом у нас была специальная машинка. Там такая... Два... Две такие скалки, что ли. Одна пошире, другая поуже. И мы на них раскатывали. Но бывало и вручную тоже катали, делали. Тоже было. Интересный навык, конечно, остался со мной. Но работа была тяжелая, потому что стоячая. Ноги очень сильно уставали, спина. Ба! Конечно, по 12, по 14 часов, поди, постой. Ба! Ну, конечно, там и перекуры всякие, все это. Не знаю, все равно это... Ой, такая работа, скажем так. Если силы есть, да, когда молодой, то оно, конечно, да. Где угодно будет легко. Но потом это все силы, это все расходуется. Это расходный материал, который... Ресурс, который в один прекрасный момент может закончиться. Поэтому его надо беречь, свой ресурс. С умом расходовать. Да. Да. Тут уже полегче раскатывается. Немножко подтаял маргарин. Тут так был твердый тот первый кусок. И этот немножко потоньше. Вот, можно, насколько получится. Ну, несколько миллиметров. Вот так. О, красота получается. Неземная. Неземная. Ну, как бы, я поняла для себя, что надо вот свою энергию, да, которую ты обладаешь, свой ресурс, вкладывать в то, что ты любишь, что тебе нравится. И это принесет тебе еще больше пользы, тебе ресурса будет наполнять тебя, а не опустошать. Потому что, когда занимаешься нелюбимым делом, это опустошает, конечно. Никому на пользу не идет. Ну, это ж понять еще надо, что ты не на нелюбимой работе, например, работаешь, что ты не сразу дойдет. Так, окей, я раскатала. Все чудесно. Я опять наматываю. Но пока не кладу. Сейчас будем начиночку выкладывать. Так, я надеюсь, оно там не слипнется. Очень надеюсь. Сейчас мукой, наверное, чуть-чуть присыплю. Податливое, хорошее тесто. Просто огонек. Тесто огонек. Ммм, ты мое сладенькое мое, ты замечательное. С тестом можно разговаривать. Это ж еда-то. Мы то, что мы едим. Как тесточка зарядишь, что ты и съешь. Вот так, мое родимое. Все, отдыхай пока. Вот так. Все, чтобы не слиплось. Отлично. Приступаем к начинке. Итак, вот у меня первый мой пласт. Основа. Вот это у меня жареная капусточка. Пожарила с вечера. Просто она у меня в холодильнике стояла. Солью. Можно поперчить, добавить специи по вкусу. Ну, мне просто вот с солью. У меня перец закончился, поэтому просто с солью выкладываю. Я думаю, у меня тут вот эта капуста, это целый средний кочан. У меня в рецепте было написано, что половина кочана. Да, но вообще все как бы познается с опытом, сколько нужно капусты. Подожди, я думаю, ну что лежать этому кочану? В половине, да? Пожарю все. Если сейчас у меня все сюда не залезет, вся капустка, я просто потом просто доем эту капусту, не знаю, обычным образом, да, не в пироге. А может и влезет все. Не знаю. Сейчас посмотрим. Я подумала, даже половины кочана что-то мало мне будет, но на всякий случай. тут вот целый кочан ушел. Если брать, допустим, маленький кочанчик, то вот он как раз и будет сюда. Чик-чик-чик, вот и почти все и улезло у меня сюда. Вот. Отличненько. Вот краешек оставляем, а мы будем защипывать с верхним. Так. Оп. Мантры играет на заднем фоне. Я надеюсь, их не сильно будет слышно и YouTube не заругает, потому что YouTube начал меня что-то часто сейчас ругать, если я что-то такое вставляю. Точнее, слушаю что-то на фоне, и он потом обнаруживает и ругается на меня. Но он не банит, он просто отменяет монетизацию видео. И рекламу уже нельзя вставить в такие видео. Соответственно, дохода от видео не будет, если ничего с этим не сделать. Ну вот. Не знаю, у меня тут осталось чуть-чуть. Может, докинуть? Что с этой капустой делать? Докину. И сюда. Наверх. Ну вот, дамы и господа, пожалуйста, качанчик капусточки вот и ушел. Ну и хорошо. Ну и замечательно. Так. Все здесь у меня. Упс. Руки чистые, все под контролем. Тут пока готовишь, моешь несколько раз. Чик-чик-чик. Все. Ну что дальше? Какой дальше у нас шаг? Положить небольшенькие кусочки маслица. Вот так вот. По чуть-чуть буквально. Маслице тоже дает такой вкус приятный. Сливочная история. У меня и маргарин тоже сливочный. Он такой вкус дает. Ну, можно, конечно, и другой маргарин взять, но сливочный желательно. Так. Вот такие небольшенечки кусочки. Конечно, пирог совершенно не ПП. Неправильное питание. Да. Но иногда можно такой пирожочек съесть. на какой-нибудь праздник там приготовить. Мама часто готовила пирог. Я прям думаю, боже, это же человек заморачивался с этим пирогом, с этой капустой. Уж пожарить еще надо. Это все тесто подготовить. Ей нравилось. Она прям... Это был наш любимый пирог. она его очень часто готовила. Ой... И вместе мы тоже его готовили. Прям такие воспоминания добрые у меня с этим пирогом связаны. Ну, вот. Не очень много, но так, чтобы по всей поверхности были небольшенькие кусочки, чтобы когда маслица подтаяла, оно дало вкус. Ну, я как бы жарила капусту тоже на топленом масле. Я теперь все готовлю только на топленом на кхе. Так что... Так что все окей. Ну что, выкладываем наш второй слой. Оп. Так, так, так. Опа. Хопа, хопа. Ну, прям тютелька у тютелька. Голоса алмаз. Талант не пропьешь, как говорится. Ну, все, я защипываю. Я раньше красиво защипывала, но вот тут как-то у меня все. Как получится, короче. Вот. Главное, чтобы это самое... Главное, чтобы было защипнуто в этом у нас случае. Если кто красиво защипывает, тот молодец, конечно. Тут бесспорно. Я раньше такой прям этой косичкой у меня получилась. Вот когда в пицце. Есть пиццы закрытые такие, кальционы. Там, там просто даже тесто другое, там вот как-то получается. Вот. Если вот так вот, чик-чик. А тут у меня не очень. Ничего страшного. главное просто хотя бы, чтобы это имело место быть. Ну и чтобы такая хоть равномерная форма была. Так, так, так. Чик-чик-чик. Мне Ириношка говорила, они там это купили духовку тоже. Я так за нее рада, просто обалдеть. Я помню, я когда жила просто в Индии и без духовки. Ну, я не то, чтобы прямо говорю, пекарь такой, но иногда хочется же что-то вот испечь. Без духовки было грустно, конечно. С духовкой это совсем другое дело. Другой уровень жизни, что ли. Так, окей. Что-то у нас тут получилось. Ну, края тоже главное, чтобы были не сильно такие не сильно толстые, чтобы они пропеклись. Вот так, окей. Чудесно, чудесно. Вот такой прямоугольничек получился. Теперь, что мы с ним робим? Надо взять желток. Можно целое яйцо. Я так часто смазываю целым яйцом. Взбиваем и смазываем поверхность. Так, кто хочет, смазывает желтком, кто хочет, яйцом. Можно вообще не смазывать, если вдруг кто яйца там не ест или нет яйца. Но с яйцом будет он такой румяный, прям красивый, красивый будет. И с яйцом он еще это, ну, такой глазированный получается, что ли. Не знаю, как объяснить. в общем, яйцо желательно. Вот так вот я все смазываю. Прям все края, все бока, все-все про поверхность прям. Мажем, мажем. Классно, если есть кисточка, можно прям рукой, если нет кисточки, тоже ничего страшного. На огне не всегда у нас были вот такие кисточки в наличии и ничего. Справлялись каким-то образом. У нас тут трехи получается несколько этот затянутый в ложек, но вы уж выбачайте. У меня пошли белорусские слова. Тоже выбачайте, извиняйте. Я помню, когда мы работали еще в Короне. В Короне я работала с 18 лет, пару лет я там работала. тележки возила. У нас была мода, у нас была тросянка. Тросянка это смесь белорусского, ну еще осталось, яйца трохи, ну ладно. Был с ним, с этим яйцом куда-нибудь при этом, при делу, пожар просто. И мы на этой тросянке постоянно разбавляли, то есть постоянно была мешанина языков, но это было прикольно, нам было весело. Все, готово. Окей. Все чудесно, все прекрасно. Теперь делаем дырки вилкой, обязательно, потому что будет нагреваться, будет вздуваться, и чтоб не полопалось это все дело под давлением. Можно в произвольном порядке, можно что-то тут вырисовывать, например, как душа ляжет. чик-чик, дырки надо. Без дырок ни туда, ни сюда. Так. Чик-чик-чик. Можно немного, можно много, мне вот так нравится, типа такой, типа клеточкой такой. Красота, красота. Все, теперь мы это дело ставим в духовочку. Она у нас уже нагрелась, нужно убавить. Минут на 20, да, не трогать его вообще, потом проверить, посмотреть, как. Если подрумянился, ну и все, значит, все готово, все достаем. Капуста там готова, мы просто тесто ждем, когда приготовится тесто. Поехали. Ответственная загрузка. Блин, я забыла залить воды в эту штуку. Наша это коротца. Ответственный момент мы сейчас нальем. Чтобы пирог не сгорел. Я уж не знаю, сколько нашей плите лет. Может лет 10. Ну, не новая, не старая, а такая средняя. Были и пострашнее духовки, конечно. Я помню еще. так что это еще ничего, это еще не страшно. Что такая она у нас капризная. Загружаем и ждем. Итак, прошло 20 минут. Давайте проверим, как там пирожок. Пирожок пока никак. еще белый практически. Но зато я вижу, где можно еще яйцом подмазать. Чуть-чуть. Чуть-чуть подмазать можно. Мне всегда так нравится, как оно такое получается. но сами все увидите, как это глазурь получается. Вкусненько. Яичная такая, как корочка что ли. позвонила папе, папа пошел в магазин, после магазина сказал, придет ко мне. Минут через 40, так что я думаю, пирог успеет к этому времени уже приготовиться, как папа придет. Оставим его еще минут наверное на 20 пока подпекать. Надо проверять периодически, как он себя чувствует. В общем, тут дело такое, да. Оп, все. Отдыхай пирожок. У меня тут 170 градусов и я наверное еще подбавлю. На троечку, на троечку, на тройке печется. Вот так. Ух, запах ложеный. Так, надеюсь не сгорело. Тут не сгорело. Можно уже доставать. Ну, если даже загорел трохи, что же поделать. Вот такая вот духовка с прикидами. Ой, какой красавец. Насточек не буду ставить. вот так. Так, духовочку выключаю. Ну, что я вам скажу, красота неземная получилась. Просто фантастика. Так, сейчас я вам поближе покажу. Ну, вроде вот только тот с краешки чуть-чуть может подоговорил, а так ничего. Зарумянился. Сейчас покажу поближе. О, какой красавчик пирожок. Но камера не передает его аппетитный цвет. Она немного в синюю уходит. И пирог кажется таким синевой. Класс, я довольна. Осталось его попробовать, как он на вкус. Ну, что не сгорело, так уже это прям, да, это чудо-чудно. Ну, вот только чуть-чуть. Это ерунда. Вовремя все равно я успела. Я по таймеру, если таймер выставляла, примерно 40 минут запекался. С учетом того, что я воду заливала, выкипела вода, поэтому он не сразу как бы так начал запекаться. Сначала он чисто подогревался. Ну, вот, такое вот счастье получилось. Во, только достала пирог, слушайте, папа звонит. Пойду сейчас открываем. Папа вовремя. Прикол. Лаки, вон, пришла встречать папу, да? Главный провераншечка. Пахнет? Ты как раз вовремя приедешь. Какой запах пирог. Прямо такие красотичные. С порожи. Буси, буси. Ну, не, не, не. Так, где тут Лаки? Лаки испугалась от Рошки. Но она приходила встречать. Честь имею и снимаю шляпу. Хотя снимать шляпу это уже по-старому. Теперь вместо того, чтобы снять шляпу, вытаскивают из уха наушник. Ну, проходи, дорогой хвостик мой. вот. Так. Режется легко, в принципе. Чут-чут-чут. Чут-чут. Да. Или как? Папа красавец. Красавец. Конечно. Я думаю, что занят прежде всего. Ох, готово. Так, ну, вот, чуть-чуть только пригорело. На камере, она, правда, чернее смотрится. Ну, ничего, сейчас это почищу, и все будет окей. Как тут? Ну, тут получше немножко. Ну, армела, лаки, пришла. Так, пробуем пирожок. Угу. Горяченький еще, наверное. Еще горячий. Ну, как? вердикт. Ого-го. Во-во-во. Значит, вкусно. Так, что, я тоже попробую. в общем, влип. Я твою историю посмотрел. Вчера две с половиной тысячи просмотров было. Думаю, ничего себе. Вкусненько. Вот так давно я не ела этот пирожочек. О, сладко. Ну, Рассыпчат. Често такое класс. Я довольна. А еще можно сверху сыра положить, бы, о, еще вкуснее. Ваше здоровье. Ну, вот, посидели с папой, пообщались. Душевно, так тепло. Попили чай с пирогом. Все прекрасно, все чудесно. Надеюсь, вам понравился этот кулинарный вложик. Он у меня получился и с рецептом, и с историями. Котик пришел. Ты мой главный герой тоже вложиков. Чего ты такой? Ты мой малый есть. Мур-мур-мур. Как на нее не среагировать, а на это пузелечко. Мы кстати сделали операцию. Удалили ей два зуба. Там подгнивали у нее. Нужно было это сделать обязательно, потому что запускать нельзя. Это влияет на животных. Они могут вообще перестать есть, потому что больно кушать становится. Стоматит там все это воспалено ножи. Поэтому надо было провести операцию. мы сделали все хорошо. Лаки теперь здорово. Моя девочка, моя красавица. все чудесно. Я наверное с вами уже попрощаюсь. Шлю вам лучики добра и любви. Желаю всего самого светлого, доброго, чудесного, сказочного. чтобы все было хорошо. Даже если кажется что-то нехорошо, а вот это все хорошо. Ну вот так. Мы всегда можем перевернуть свои мысли. Пойти наперекор устоявшемуся шаблону, по которому мы привыкли жить. Сказать нет, все хорошо, несмотря ни на что. Вот так вот. Все. Я вас всех очень люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока. Лаки тоже говорит всем пока-пока. Мур-мур-мур. Мур-мур-мур. Мы купили ей, точнее я заказала вчера такой жилетик с поводком. Будем скоро выгуливаться. Идем. Мур-мур-мур. Да-да-да. Грф. Продолжение следует...